Продолжение следует... ...давно на определенное расстояние. Он был раньше вот там вот, отсюда мы видим, в метрах трехстах. И сейчас ополченец с позывным «Пегас» нам расскажет, почему это было сделано. Блокпост перенесли, потому что он уже пристрелен украинскими военными. И периодически несется огонь оттуда. И постоянно мины прилетают, артиллерия. Ну и грады тоже работают по нам. Там были у вас раненые, да, потеря? Там двое бойцов наших погибло. Вот. Ну такие вот. И раненых шесть человек. Ну вот сейчас муссируется слух или информация о том, что ополченцы ведут активные наступательные действия на Мариупольском направлении. Так ли это? Вы вот на своих позициях каким образом держите? Нет, мы просто держим свои позиции. Мы никуда еще пока не наступаем, ничего не это. Мы просто держим свои позиции и все. Вот вы видите сейчас на экранах своих дома, в общем-то, поселка Широкино. Рассказывают, напомню, ополченцы, что украинские военные регулярно туда заходят. Также там могут работать диверсионные группы и артиллеристы в том числе. Именно поэтому нам рекомендуют недалеко отходить от окопов передовых. В случае, если мы услышим свист мины, можно сделать 3-4 шага и, в общем-то, там переждать минометный обстрел. С работы снайпера никто не застрахован. Ну, сегодня, в общем-то, не было замечено диверсионных групп именно на этом направлении. Буквально до того момента, пока здесь на Азовском море с правой стороны от меня не встал лед, вот диверсии ждали и со стороны моря в том числе, выезжали катера, работали. Об этом нам рассказали ополченцы, которые уже несколько месяцев на этой южной линии фронта находятся. Они на своих катерах выходили к нам в тыл и наносили удары, собственно говоря, ну, в состоянии там двух-трех километров по базе и дальше туда по безыменному. Вот здесь сейчас стоит, так сказать, наша техника, вот, стоят зенитные установки, но вы их сейчас не видите здесь. Вот, то есть море с этой стороны прикрыто на данный момент. Вот, лед еще недостаточно крепкий, то есть обхода диверсионных групп по льду мы не ожидаем. Ну и плавать, вы тоже сами видите, по нему сейчас невозможно. К полномасштабному наступлению из Мариуполя в сторону Новоазовска украинская армия, как считают ополченцы, не готова. Однако диверсионные вылазки совершаются регулярно, причем при поддержке, в том числе и бронетехники. Буквально накануне танк и порядка 15-20 человек пехоты выдвинулись вот немного выше этого края, выше моря, со стороны Широкина и вели огонь по позициям ополчения. Атака, в общем-то, была отбита полноценным прорывом. Ополченцы это тоже назвать не могут, только диверсионными актами. Продолжение следует... Продолжение следует...